Это Илья Слейт и рубрика «Бюджетная годнота». Мы недавно с вами буквально смотрели флагман компании Infinix под названием Note 10 Pro, если пропустили, гляньте по подсказке в углу. На этот же раз к нам в лапы попала их новая модель. Буквально с завода в продажу она поступает 13 июля, а сегодня её потрогаем мы. Это Infinix Hot 10s, и здесь внутри спрятался аккумулятор аж на 5000 мАч, при том, что смартфон стоит всего 12500. Горячий ли он на самом деле и заслуживает ли в принципе вашего внимания, сейчас будем разбираться. И первое, что сразу обращает на себя внимание, это, конечно же, задняя панель. Да, это пластик, но узор стал посимпатичнее, в отличие от, например, флагманской модели, по крайней мере, на мой вкус, красивый, подчеркивает дизайн, и, кстати, от самого флагмана по дизайну эта модель ушла недалеко. В нашем распоряжении модель серого цвета на российском же рынке будет доступна чёрная и зелёная. Сканер отпечатка пальцев перекочевал с боковой грани на заднюю панель, работает, он, кстати, всё так же шустро. Блок камер тоже изменился в сравнении с флагманом. Здесь у нас три сенсора, основной из которых на 48 мегапикселей. На нижней панели сохранился джек, тут же монодинамик и разъём microUSB. И да, к сожалению, быстрой зарядки мы тут не увидим. Боковая же грань полностью повторяет Note 10 Pro, ровно как и фронт. В целом, за счёт плавных форм корпуса смартфон реально очень хорошо лежит в руке, и, несмотря на огромный экран, пользоваться им удобно. Тут нечего сказать. Дисплей у нас здесь на 6,82 дюйма, IPS HD+. И на самом деле в супербюджетном сегменте видеть 90 Гц очень приятно. А у нас здесь именно такой случай. А частота считывания касаний в два раза больше. Вообще надо отметить, что эта модель в принципе рассчитана на тех, кто хочет реально большой экран и бесконечное время работы. Так ещё и задёшево. Это нужно держать в голове. Рамки у нас, конечно, толстоватые, равно как и крупный подбородок никуда не делся, но сам дисплей неплох для своего класса. Уровень чёрного здесь достаточно чёрный, 90 Гц даёт о себе знать. Но вот время отклика чёрно-белого и чёрно-серого цветов всё конкретно портят, оставляя шлейфы при скроллинге текста, особенно на чёрном фоне. Да, разрешение здесь, конечно, не супер, и это в принципе понятно. Обсуждать тут нечего, учитывая стоимость данного аппарата. Далее поговорим о внутрянке. Под капотом у нас спрятался восьмиядерный медиатек Helio G85 на 12 нанометрах, 221 тысяча попугаев в Antutu и 1233 гигбенча. Довольно шустро, по мощности он близок к 720-му Snapdragon, так что в игрушке, учитывая разрешение экрана, поиграть в принципе можно, но в тяжёлых тайтлах придётся долго играться с настройками. Но тут надо понимать, что девайс не совсем для игр, скорее для работы в сети и поглощения контента, что в принципе логично, и это у него получается отлично. Сетевой модуль внушает доверие и показывает хорошие скорости, экран в принципе не расстраивает, многозадачность живёт и дышит, мессенджеры летают, тут в принципе всё окей. Греется 10s примерно как соратники по классу, при максимальной нагрузке можно получить около 37 градусов, что в принципе нормальный результат. У нас, конечно, не самая быстрая и MMC флэш-память, и иногда это можно заметить по долгой загрузке уровней в играх, но при повседневном использовании в глаза это особо не бросается. По камерам. Видно, что Infinix пытался выжить реально максимум в данном бюджете, и отчасти у них это получилось. Сенсор сам по себе неплохой, есть отдельный датчик глубины, кстати говоря. В результате дневные фото он отрабатывает хорошо, дополнительных режимов камеры хватает, и софт пытается вытянуть максимум. Ну, режим красота, естественно, никуда не делся, а вот с видео всё, конечно, грустнее. 2К в 30 фпс он, конечно, пишет, но о качестве говорить не приходится. Сами всё видите. Селфи тут тоже лучше делать только днём, поможет в этом 8-мегапиксельный сенсор, который, в принципе, звёзд с неба не хватает, но здесь решает именно софт. Тут тебе и автофокус по глазам, и авторазмытие видео, и даже авторетушь, ну, чтобы всегда оставаться красоткой. Режим красота, помнишь, да? Про оболочку я подробно рассказывал в видео про Note 10 Pro, тут картина, в принципе, та же. XOS 7.6 на 11-м андроиде, дополнительных фишек и приколёв довольно много, всякие темы, режим конфиденциальности, и ведёт она себя, надо сказать, отлично. Тут придраться особо не к чему, не считая, наверное, рекламы внутреннего магазина, который, в принципе, можно снести, и он раздражать не будет. Также есть странноватый и навороченный игровой режим, который, типа, управляет распределением нагрузки ядеропроцессора и всё такое. Но, в принципе, есть чем поразвлекаться, и даже режим защиты WhatsApp есть, но об этом я, опять же, уже говорил в прошлом видео. Далее пару слов про пресловутые 5000 мАч. Конечно, они являются одной из главных фишек аппарата, в принципе, и себя полностью оправдывают. По бенчмарку это 12 часов использования, а значит, что для многих это будет, в принципе, до двух дней. И, конечно, клёво, когда у тебя есть огромный запас по аккумулятору, можно не париться на тему зарядки, а здесь ты получаешь, в принципе, как раз такой результат. Сами Infinix вообще обещают 61 день в режиме ожидания, и я бы, конечно, это проверил, но у нас сейчас нет двух месяцев, чтобы это затестить полноценно. С быстрой зарядкой, как я уже говорил, тут пролёт полный за счёт microUSB, но, тем не менее, 90 минут с 15 до 73% с комплектным блоком питания. Что у нас ещё? Две сим-карты, карты памяти, довольно громкие динамики, и по итогу получается действительно добротный смартфон для своего класса. Те минусы, которые мне удалось заметить, вроде шлейфов при скроллинге низкого разрешения дисплея, странной фронталки и среднего качества видео, с лихвой компенсируются действительно огромной батарейкой, неплохой мощностью, хорошим уровнем чёрного, классной эргономикой и довольно неплохой оболочкой. Она, конечно, чуть подсасывает батарейку в режиме простоя, но, тем не менее. Что ещё нам нужно, в принципе, от подобного рода девайса? Ну, разве что постепенного улучшения и накручивания характеристик, которые уже сейчас отлично отыгрывают свою стоимость. А значит, на него смело можно смотреть, если вы выбираете смартфон до 15 тысяч рублей. Осталось только упомянуть доступные комплектации. На выбор у нас 4,64 и 4,128, при стоимости в 12,500 и 13,500 соответственно. Если заинтересовались, ссылочка на смартфон будет в описании под этим роликом. Ну, а я на этом с вами прощаюсь. Пишите ваше мнение в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если видео оказалось для вас полезным. А с вами был Илья Слейт. Всем удачи, хорошего дня и настроения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok